Игнат ОБ-атаки, ракеты маневрировали в западных областях и к польской границе. Российские ракеты во время сегодняшней атаки маневрировали в западных областях Украины. В частности, и в направлении польской границы, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на спикера воздушных сил в Су-Юрия Игната в эфире, Радио Свобода. Спикер отметил, что были пуски ракет из Каспия, в частности с бомбардировщиков Ту-95, также были пуски ракет из самолетов Ту-22М3 из разных направлений и другим ракет, летевшим по баллистической территории. Игнат добавил, что вражеские ракеты маневрировали в западных областях и к польской границе. И в обратном направлении, ракета программируется накануне удара. Она долетает до определенного места, куда ей назначено, делает поворот, который тоже заложен в программировании, влево-вправо, меняет курс. Таким образом, может десятки раз менять курс. Долетели фактически до Самборского района, Львовской области, РЭД, это не так далеко до границы с Польшей, дальше повернула на Львовское направление, затем снова свернула в направлении Тернопольской области. Такие маневры проводились в Ивано-Франковской, Тернопольской, Львовской областях, сказал спикер, что известно о массированной атаке. Сегодня утром оккупанты выпустили ракеты по Украине из стратегической авиации. Известно, что россияне еще с вечера выпустили 15 дронов, а затем были пуски 49 ракет разных типов. Наша противовоздушная оборона сбила в общей сложности 44 вражеских цели, на фоне ракетной атаки Польша поднимала авиацию в небо. В Киеве с утра звучали взрывы, город атаковали ракеты. В Голосеевском районе вспыхнула многоэтажка, а на левом берегу были повреждены электросети. В результате атаки есть пострадавшие, Николаев оказался сегодня под ударом беспилотников и ракет. Там повреждено не менее 20 домов, есть жертва, также Львовскую область атаковали ракеты. В Драгобычи, прилет, в промышленный объект. Детальнее о последствиях массированной атаки, читайте в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.